Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 29-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу вам показать, наверное, классический виджет по работе с фотографиями. То есть мы можем загрузить картинку и при наведении можем выбрать из ряда эффектов, как появляться данному тексту на картинке, вот это затемнение, выбрать цвет, прозрачность, скругленные углы, ссылки и так далее. И можно продублировать данный виджет и сделать целую галерею. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, заходим в настройки виджета и раскрываем первую вкладку настроек. Первое, что мы видим, это ссылка «Добавить изображение». Давайте добавим изображение с компьютера. Итак, изображение добавили. Дальше мы можем выбрать эффект, то есть эффект при наведении, какой вы хотите. То есть смотрите, по умолчанию видно бутон, да? Давайте посмотрим, чтобы сразу понимать, как она выглядит. Вот у нас по умолчанию экран затемняется в черный цвет, а бутон это у нас как бы снизу. То есть снизу вы видите всплывает текст и подзаголовок. Вот эти эффекты, это как раз эффекты для всплывающего текста. То есть вот здесь выбираете эффект, где, как всплыть данному тексту. Background заливка, это вот у нас затемняется экран, в какой цвет затемнять. Ну, я попробую вот такой выбрать. Opacity, это прозрачность. Прозрачность для вот этого цвета, для заливки. То есть смотрите, давайте попробуем сделать 0,3. Вы видите, заливается изображение цветом чуть-чуть, едва ли. То есть если поставить 0 у Opacity, вот этого эффекта заливки не будет. Будет только всплывать текст. В принципе, я так и оставлю. Border Radius, Border это рамка, Radius это скругленные углы. То есть у нашего вот этого изображения углы скругленные по умолчанию на 10. Можете поставить 0, чтобы углы не были скругленными. И внизу здесь остается ссылка. Здесь вставляете свой URL и как открыть данную ссылку. Первое. В этом же окне, Nav Window. В новом окне, в новой вкладке браузера. Все, с этими настройками мы покончили. Сворачиваем данную вкладку и открываем другую вкладку Title и Description. То есть Title, заголовок, Description это описание. И вот первое поле Title. Это заголовок. Я пишу просто Demo. Ниже идет цвет для заголовка. Выбираете цвет какой-нибудь. Size это размер для заголовка. Можете выбрать какой-то размер. Поле Description здесь можете написать какое-то описание. Дальше цвет для описания. Можете выбрать здесь. И также размер, шрифта, описание. По умолчанию 14. Можете как-то здесь изменить. Вот и все настройки. Давайте посмотрим. Вот видно, что Demo заголовок темного цвета не очень смотрится. А описание выглядит хорошо. Здесь просто уже под себя вы подстраиваете. Вот такой вот виджет. И соответственно можете зажать клавишу Alt и продублировать данный виджет. Столько, сколько вам нужно. У дубликата сменить изображение. И сделать целую галерею. Продублировать еще, еще сколько вам нужно. На этом урок закончен. И увидимся с вами в следующем.